Другим таким сосудом является венчик Божьему милосердию. Венчик Божьему милосердию, который Иисус продиктовал сестре Фаустине в Вильнюсе, является одной из самых известных молитв Божьему милосердию, а также очень действенной, так как мы обращаемся в ней к самому сильному аргументу, прося Бога о милости, жертвуем Ему тело и кровь, душу и божество Его возлюбленного Сына. Основываясь при этом на уповании, можем ожидать исполнения обещаний Христа, в частности, милости спокойной и счастливой смерти, которые могут обрести не только люди, читающие этот венчик, но также и умирающие, возле которых другие люди будут его читать. В мае 1936 года сестра Фаустина приехала в Краков. В октябре, во время восьмидневных реколекций, имела видение ада. Записала позже в дневнике. Сегодня я побывала в бездне ада. Это место великой пытки. Вот разновидности страданий, которые я увидела. Первое мучение, составляющее ад, — это потеря Бога. Второе — постоянные упреки совести. Третье — невозможность изменить свою участь. Четвертое мучение — это огонь, который будет пронизывать душу. Пятое мучение — это постоянная тьма. И хотя повсюду цари тьма, осужденные души видят друг друга, и все свое и чужое зло. Шестое мучение — это постоянное общество сатаны. Седьмое мучение — страшное отчаяние, богохульство и проклятие. Чем душа согрешила, тем она и бучается невыразимо страшным образом. Пускай грешник знает, что какой страстью он одержим, такой и будет мучиться целую вечность. Я пишу об этом по велению Бога ему, чтобы ни одна душа не говорила, что нет ада, или что там никто не был и не знает, что там. Все большую известность в мире приобретает практика молитвы в час милосердия, то есть в момент смерти Иисуса на кресте в три часа дня. Эту форму почитания Божьего милосердия Иисус передал святой сестре Фаустине именно здесь, в Кракове. Говорил не только о больших милостях, которые мы можем получить, соединяясь в этот момент с Ним, умирающим на кресте, но также научил нас, как молиться в это время, в третий час пополудни. Поклоняясь Божьему милосердию, мы должны взывать к Его всемогущество ради всего человечества, выпрашивая необходимые милости. Можно также совершать в этот час крестный путь или поклоняться Его сердцу полному милосердия в святых дарах, а если нам обстоятельства не позволяют, то погрузиться в молитву там, где будем находиться, хоть бы на краткий миг. Поклоняясь Божьему милосердия. Поклонясь Божьему милосердия. 19 сентября 1936 года сестра Фаустина была на обследовании в больнице в Кракове. Когда мы вышли от врача и на некоторое время зашли в часовню, находящуюся в этом санатории и записала в дневнике, услышала в душе такие слова. «Дитя мое, в чаше еще несколько капель, уже недолго». Прогрессирующей и неизлечимой болезни познала всю глубину неисчерпаемого, и Господь дал ей милость в видении неба, которую она описала в дневнике. «Сегодня в душе я была на небе и видела непостижимые красоты и счастья, которые нас ожидают после смерти. Я видела, как все создания неустанно воздают честь и славу Богу. Я видела, как велико счастье в Боге, которое изливается на все создания, делает их счастливыми, и всякая честь и слава от этого счастья возвращается к его источнику, и они входят в глубь Бога, созерцают внутреннюю жизнь Бога, Отца, Сына и Святого Духа, которого никогда не постигнут и не измерят. Этот источник счастья по своей сути не изменен, но всегда нов и изливается счастьем для каждого создания». В июле 1937 года Христос сказал Фаустине, «Дочь моя, напиши, что чем больше нищета души, тем больше она имеет право на мое милосердие, и убеждай все души уповать на мое необъятное и непостижимое милосердие, потому что я желаю всех спасти. Копье пронзил меня на кресте, «Настяш открыла источник моего милосердия для всех душ без исключения». Сестра Фаустина Ковальская умерла 5 октября 1938 года в монастыре Конгрегации Сестер Матери Божьего Милосердия в Кракове-Лагивниках. Одним из свидетелей отхода Фаустины Господу была недавно умершая сестра Элфемия Трачинская. Будучи молодой монахиней, желала увидеть, как умирают святые, поэтому очень хотела присутствовать при смерти сестры Фаустины, однако не разрешалась молодым монахиням дежурить возле больных с туберкулезом. Сестра Элфемия попросила душу из чистилища, чтобы разбудили ее, когда сестра Фаустина будет умирать. Так она описала это событие в своих воспоминаниях. Легла спать, как обычно, и сейчас же заснула. Вдруг кто-то меня будит. Если сестра хочет присутствовать при смерти сестры Фаустины, то пусть сестра встает. Я сразу поняла, что это ошибка. Сестра, которая шла разбудить сестру Амелию, перепутала кельи и пришла ко мне. Я разбудила сестру Амелию, оделась и быстро побежала в лазарет. Это было около 11 часов ночи. Когда мы вошли, сестра Фаустина приоткрыла глаза и слабо улыбнулась, а потом склонила голову и все, отошла к Господу. Я посмотрела на сестру Амелию, но ничего не сказала. Мы молились дальше. Свеча горела. Через минуту пришла матушка-настоятельница Ирена. Вместе с ней еще долго молились. Тело сестры Фаустины нашло свой приют на нашем монастырском кладбище, а в настоящее время находится в монастырской часовне в маленьком саркофаге под образом Иисуса Милосердного. Жизнь и миссию святой сестры Фаустины святой отец Иоанн Павел II назвал даром Бога для наших времен. В центре этого дара находится самая прекрасная тайна нашей веры, тайна Божьего милосердия. Сестра Фаустина, познавая эту тайну веры и через мистическое восприятие Бога, очень глубоко вникла в Его милосердную любовь каждому человеку, именно для того, чтобы дать познать ее миру и провозглашать ее с новой силой, свидетельством своей жизни, делами, словом и молитвой. Глядя на историю моей жизни, вижу, какую существенную роль сыграла мне сестра Фаустина. Это она приблизила мне тайны Бога, Бога, богатого в милосердии и настолько милосердного, что хочет иметь место в сердце каждого человека. Я, выбирая жизнь в состоянии благодати, дала Богу возможность жить во мне. И Он принял мое решение со всеми последствиями. Поселился в моем сердце, поселился там, где рождаются мои заветные желания, где очень болезненно переживаю страдания, где испытываю огромную радость. Он, который живет во мне, привел к тому, что мои пути стали его путями, мои будни стали его буднями. Отсюда с ним иду на работу, с ним переживаю моменты радости и с ним переживаю все поражения. Он находится так близко, что никакой человек никогда не переступит этой границе. Поэтому смотрю в будущее без страха, ведь я не одинока. Познавание и созерцание тайны Божьего милосердия и размышления о ней в поседневной жизни рождало доверие и вело сестру Фаустину к полонному упованию на Бога. Доверие Богу выражалось он не только в эмоциональном чувстве или интеллектуальном принятии правд веры, но в полном отдании себя воле Божьей, заключающейся в заповедях, обязанностях, соответствующих призванию, благословениях, а также в распознанных вдохновениях Святого Духа. Мерой доверия у сестры Фаустины является мера исполнения Божьей воли. Настолько мы доверяем Богу, насколько волю Божью исполняем. Очень легко верить Богу тогда, когда в жизни человека все успешно складывается. Гораздо труднее в моментах кризиса и болезней. Сестра Фаустина является примером всецелого отдания себя воле Божьей. Когда очень страдала, а страдала своей жизнью очень много, приходила к дарохранительнице и говорила, «Господи, даже если Ты захочешь убить меня, я буду доверять Тебе». В дневнике в другом месте написала, «Хоть бы сама земля сунулась из-под моих стоп, я не перестану Тебе доверять, так как познала Тебя, Ты – Бог милосердия, и Твоя воля, как часто говорила, само милосердие». Познавание и созерцание тайны Божьего милосердия порождала и укрепляла в ее душе не только упование на Бога, а также стремление отразить это божественное свойство в своем сердце и своих поступках. Восторгалась милосердием Бога. Поэтому желала полностью преобразиться в милосердие. Просила в молитве, чтобы ее глаза, уши, язык, руки, сердце – все в ней было обращено в милосердие. Хотела, чтобы через нее Божье милосердие разливалось на весь мир, не оказывала милосердия на показ, старалась быть милосердной всегда и везде. И именно такого милосердия однажды пришел вкусить сам Иисус. Пришел здесь, в Кракове, в калитке, в образе убогого юноши. Двери открыла ему сестра Фаустина. День был дождливый, истощенный юноша, сильно продрогший, очень бедно одетый, попросил чего-нибудь горячего. Сестра Фаустина побежала на кухню, принесла немного супа, хлеба, и когда забирала посуду у юноши, оказалось, что им является сам Иисус. И тогда услышала его слова. «Дочь моя, до моих ушей долетели благословения нищих, и понравилось мне Твое милосердие в пределах послушания, поэтому я сошел с престола, чтобы вкусить плоды Твоего милосердия». Упование Богу и милосердие в ближнем не только характеризует всю духовную жизнь сестры Фаустины, но более того, являются основой почитания Божьего милосердия. Чтение венчика к Божьему милосердию, почитание образа, празднование праздника Божьего милосердия или распространение почитания Божьего милосердия только тогда будут подлинным актом Божьего милосердия и принесут долгожданные плоды, когда будут основываться на полном доверии Богу и милосердии по отношению к ближним. Божьему милосердия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok